Всем привет, легендорные внучета! У нас сегодня с вами вторая часть прохождения и получения новых вещей вот в этом замечательном ивенте, ребята. Остановились мы с вами на том, что не прошли наш паркур, потому что он оказался слишком сложным, но сегодня, сегодня, ребята, прямо сейчас я зашла к своему подписчику на приватный сервер, представляете, да? И он согласился, что я тут немножечко поснимаю. Так что, ребята, сегодня у нас сервер абсолютно чистенький, новенький, хорошенький, на котором как раз-таки нам не кто-то с вами сегодня не помешает абсолютно. То есть сегодня мы с вами можем пройти паркур. И я считаю, что у нас есть все шансы, чтобы взять оба-оба задания, так сказать. Так, ребят, подходим, значит, к первой женщине. У нее мы берем и вот этой тоже берем задание. Все, ребята, и теперь у нас есть с вами два задания. Мы просто с вами заходим в этот портал и начинаем просто бешеный-бешеный паркур, который очень сложно пройти. Насколько вы помните, если смотрели вчерашний мой видеоролик, это просто очень ядская штука и меня закинуло на общий сервер, что зачем я тогда вообще заходила на такой одиночный, если здесь все равно на общий-то меня закинет. Странная штука, на самом деле. И логика у разрабов тоже довольно странная, потому что эту штуку я могла еще вчера здесь пройти, типа. Поэтому я даже не знаю, на самом деле. Но смотрите, вы можете заработать целых 150 монет, если успеете все пройти вовремя и сделаете все красивенько, ребят. Вот как я сейчас расскажу вам немножечко, что нужно делать, чтобы не солиться. Поэтому старайтесь, ребята, играть все-таки от вот этого лица. Это делать удобнее, а в таких случаях лучше играть, конечно, с видом сверху. Потому что так намного, ребята, удобнее перескакивать эти самые преграды. Ну, здесь пока что, думаю, никаких проблем у вас не должно возникнуть. А вот дальше, конечно, начинаются жестокие проблемы. К примеру, ребята, вот такие паркуры, в которых постоянно пропадают наши штуки. То есть, на вот эти, когда камни коричневые становитесь, они пропадают у вас прямо под ногами. Но это все-таки не так сложно у нас еще до сих пор. Но ведь я вчера приучилась немного в это играть. Сложности начнутся у нас дальше. Я вам покажу как раз-таки, где, ну, эта штука просто там прям вообще дичайшая. Просто дичайшая максимально. Короче говоря, ребята, хе-хе, мне это знатно надоело. Хотя игра всего 4 минуты, вы лично можете попробовать это пройти. Но лично я не собираюсь это проходить. То есть, это максимально сложно не для меня, ребята. Не для моего терпения, не для моей временной линии. То есть, заходите, проходите, получаете 150 штук. А мы с вами выходим отсюда, снова на наш приватный сервер. Я на это надеюсь, нет, нас кинуло на обычный сервер. Ладно, пускай будем на нем снимать. В общем, смотрите, появляемся мы с вами на этом самом сервере. Теперь нам с вами нужно бежать в одно место. Куда же вы спросите? Мы с вами вчера не забрали ивент, который как раз-таки нам нужно было с вами забрать. Ивент, причем, ребята, на меч. Помните, у нас сверху находится вот такая вот арочка. В ней нужно было, ребята, оказывается, забрать определенный квест, который начинает у нас прохождение специальной вещи, то есть меча, ребята. Ну и, конечно, к вот таким женщинам подходить, спрашивать у них, что они хотят. И какие-то тут пазлы у нее, ребята. То есть, вы просто нажимаете, да, типа, и все. И все, абсолютно у вас больше никаких проблем не должно возникнуть. Некоторые, получается, у вас какое-то тут задание появляется. Потом вы читаете вот здесь вот и смотрите, что же там есть интересного. Ну, а мы с вами поднимаемся наверх. И сейчас бежим получать наш квест с мечом. Мы получим наш меч. Тем самым начнем цепочку действий, которые помогут нам продвинуться и дать очень много денег. Ведь очень много квестов связаны как раз-таки с этими самыми мечами, ребята. Вот, забираемся. Здесь у нас, помните, как помните, с прошлого видеоролика есть портал. То есть, огромнейший грот в какое-то пещерное помещение, ребята. И чтобы быстро туда пройти, мы сюда запрыгиваем и сразу непосредственно сюда телепортируемся. Вот, ребята. Смотрите, куда мы телепортнулись. Здесь, как видите, стоит вот такая вот женщина, которая пересылает нас к кузнецу. Который должен у нас как раз-таки и сделать наш меч. Только где это находится, мы с вами, конечно же, не знаем. Кузнец где-то, конечно, должен сидеть, по идее. Ну, это логично на самом деле. То, что, блин, вот тут какие-то чучел-чучела. Смотрите, бегают по всей карте, которые как раз-таки нужно нам с вами мочить. Но где этот железный теломастер, это, на самом деле, тоже вопрос довольно сложный. Он может находиться, конечно, здесь. И вот тут женщина какая-то тоже стоит, говорит нам хеллоу. Мы с вами бежим сюда, в это лавовое царство. И, наверное, где-то здесь как раз-таки и находится наш меч. Но, что, кстати, гораздо странно, здесь довольно нелюдно. И как-то, ну, не знаю, даже, блин. Ну, вот тут вот, вот, скорее всего, здесь и нужно меч наш брать. Здесь у нас как раз-таки кузнец, к которому мы подходим, ребята. И здесь можно что-то купить за монетки. Интересно. Вторая часть получения нашего меча. Как раз-таки вот такое задание нам дает эта женщина. Ей нужно найти какие-то ингоцы, чтобы она могла сделать меч. Что такое ингот? Инготы это маленькие металлические кусочки железа. Нажимаем на кнопочку отцепки. И тем самым принимаем и получаем вот такой квест. Нужно собрать какие-то части железа. Вот что-то, что-то мы, ребята, вот здесь мы получили 20 монет. И нужно с вами найти 5 слитков. Это, на самом деле, очень просто. Покажу вам как раз-таки, где они находятся. И здесь у нас тоже продавщица, у которой, к сожалению, магазин почему-то не прогружается. Не знаю, почему это, с чем это связано, ребят, но это не так важно. Ведь мы с вами видим следующий как раз-таки металлический кусок. И вон там он еще один я вижу. То есть все довольно просто, на самом деле. Если знать, где эти металлические куски находятся. Ой, здесь паркур, оказывается. Вот это, да, ребята. Неожиданно, неожиданно. Но нам придется с вами еще и паркур проходить, насколько я понимаю. Интересно, на самом деле. Но это не так сложно. Я считаю, что это не так сложно, ребята. И мы можем с вами позволить себе пройти маленький паркурчик. Ведь мы недавно с вами такое проходили. Такие ужасы испытывали, что я думаю, что никаких проблем особ с паркуром не возникнет. То есть, блин, этот паркур довольно простой. И если, конечно, не зазнаваться, как я сейчас. То есть, можно, на самом деле, взять и случайно. Случайно просто взять и ошибиться и упасть. Нет, опять, все. В этот раз никаких казусов не произошло. И мы получаем с вами второй слиточек. Вот он, где находится наш родимый слиток. И мы можем с вами, конечно, вернуться. А можем просто спрыгнуть, что будет лучшим решением. Ведь это сделать быстрее. О-о-о, вот это да, ребята. Сейчас бы меня еще в портал закинули. Было бы вообще смешно. Так, ну и где-то наши еще металлические кусочки находятся. Где это, на самом деле, вопрос легкий. Вон, я еще один вижу впереди. То есть, три уже, как минимум, мы с вами получим. Снова пройдя по такому навесному мосту, который хочет в любой момент развалиться. Тут еще ускорение есть, поэтому здесь паркурчик, на самом деле, проходить полегче с ускорением. Блин, это классная штука. На самом деле, ой, сейчас чуть не упало. Так, подожди, здесь какой-то ара стоит, но он нам не нужен. И металлический кусок. Три из пяти найдено. Ну, вон, ребят, я как раз-таки прямо отсюда вижу еще один металлический кусок, до которого тоже, кстати говоря, довольно просто добраться. Но тут паркурчик, кстати говоря, посложнее, я вам так скажу. То есть, тут придется юзать ускорение. Скорее всего, придется, потому что довольно сложно попадать точно. Но вот сейчас точно все, ребят, попали. Легко. Хорошо, тут у нас как раз-таки находится наш четвертый кусок металла. Для нашего меча мы теперь с вами снова спрыгиваем вниз. Для того, чтобы появиться здесь и пройти к нашему последнему пятому кусочку и начать получение нашего меча. Уж не знаю, дадут ли мне его сразу и сможем ли мы сразу мочить этих чувачел. Но думаю, что что-то мы с вами сегодня точно сможем сделать. Забираемся наверх. Нужно будет повернуть направо. И там будет, на самом деле, сразу видно это самое место. То есть, не думаю, что вы ошибетесь, когда... Вот, ребята, вот, видите, да? И вот там еще что-то непонятное есть. Но это пока что нам не надо. Ну, там квест я, кстати, вижу. Стоять, подождите, я забыла, что тут паркур. Так, подождите. Тут тоже маленький паркурчик мы с вами проходим к нашей вещи. И все, все, практически прошло у нас гладенько. Ну, все, ребят, прошло гладко. Пять из пяти найдено. Мы с вами еще и получаем в награду меч и 20 монет, походу, да? А, нет, нет. Подождите, все. Вот мы с вами получаем 20 монеток. И прямо сейчас бежим туда, ребята. Вот туда вот. Бежим прямо, где мы до этого с вами получали меч. Сделать это будет проще, если мы просто пропаркурим. Ну, а я переключаюсь непосредственно на получение меча, потому что все это диктовать слишком долго. Здесь у нас, ребята, как раз-таки наша кузница Лог, к которой мы подходим. И она дает нам меч, ребята. Подождите. Да, все. Смотрите, получаем наш меч. И вот он, ребята. Какой красивый меч у нас теперь есть в нашем инвентаре. Так, теперь мы можем взять этот самый меч. Он у нас на кнопочку 1, насколько я понимаю, активируется. Либо на i, по-моему. Так, подождите. А на чем он активируется вообще? То есть я нажимаю, да, типа, и мне не дают меч. А как его открыть? Walk up to enemies to use sword. А, все ясно, ребята. Нужно встретиться с нашими монстрами, чтобы использовать этот меч. Все просто на самом деле. Все, ребята, намного проще, чем мы думали. Мы просто спрыгиваем с вами вниз и ищем монстров. Ищем этих самых созданий, которые мешаются в нашей, в общем-то, тимуриде, или как это называется. Подходим, ребята, к монстру и начинаем его мочить. Вот, ребят, смотрите, подходим. На тебе, на тебе, паршивец. Куда побежал? Подожди, подожди на минуточку. Подожди, почему это интересно? С ним ничего не происходит. Ребят, ну, я ему пытаюсь бошку отрубить, но ничего не получается как-то. Я его вроде луплю мечом, причем железным. Но что-то как-то, как-то слабенько. Не знаю. Все с вами, ребятки, ясно. Для того, чтобы это все сделать, нам с вами, оказывается, нужно с какими-то крысами сначала побороться. То есть мы выходим отсюда с этого самого плейса, попадаем сюда на главную площадь. И здесь недалеко у нас как раз-таки живут наши крысы, с которыми нужно разобраться. И попутно у нас уже собралось еще 100 монет для нашей вещи, ребята. Которую мы как раз-таки сегодня с вами обязательно приобретем. И тем самым подтвердим то, что мы с вами можем легко это делать. Все, ребят, смотрите, подходим. Даем крысе по голове, а по одной хп снимается. Не знаю, сколько у крыс хп. Но она, кстати говоря, не кусается. Вот, ребят, все, минус крыса, минус одна крыса у нас есть. Сколько истребить, я, если честно, не знаю. А, подождите, так их не нужно пока что истреблять. Нужно пока что поговорить с какой-то женщиной, которая как раз-таки с этими крысами борется. И написано, что она находится рядом с главным зданием. Хорошо, ну где именно я не... Вот, вот она, ребят, скорее всего. И сейчас скажет, бабка шоу, у нас здесь напасть. Крысы напали на нашу деревню. Помоги, пожалуйста, да, без проблем. Я уже сразу знаю, что ты скажешь. Так, вот, Black Red с черной крысы. Бей их, короче, и будет классно. Вот, ребята. Сколько крыс нужно истребить? И опять всего, фу, легко. Вообще, просто раз, два, три и уже крысы в нашем инвентаре. Смотрите, подходим. На тебе. Минус одна. На тебе. Ну, минус вторая, потому что ее кто-то уже надкоцал, насколько я понимаю. Вот, ребята, еще плюс одна крысочка. Бьем. Почему они не дамагают меня? Блин, было бы прикольно, если бы они тоже типа могли что-то сделать. Это так скучно как-то. Мы их мочим, они стоят на месте, отдыхают, короче. Не понимают, что, ну, мы их потихонечку так, рот их убиваем. Обидно, да? Вот, все, походу. Походу, все, ребята. Все пять крыс мы с вами истребили. Получили с вами еще сорок дополнительных монет. И получили следующее задание. Ну, чтобы его получить, по-моему, надо к нашей женщине вернуться и поговорить с ней. Вот она наша снова дает нам новое задание 50 золотых монет. Ух ты, нифига себе, ребята. Это, в общем, нажимаем на ацепт и нам дает с вами новое задание. Которое звучит как 10 крыс надо убить и получить 50 монет. Нифига себе, ребята. Да это же просто. Это же вообще максимально просто. Еще и дают столько всего крутого. Так, подожди, это моя крыса. Не трошь. Ты крысу мою забрал. Ах ты. Ах ты, собака. Ребята, моя крыса. Это моя крыса. Все хорошо. Ребята, сейчас бы за крыс бороться. Но никогда не думала, что я буду бороться за крыс. Стоять, это моя крыса не трошь, поганец. Это мои крысы. Я их, я их пила. Это мои кры... Ты, ты, смотрите, опять он у меня крысу забрал. Вот это да, ребята. Вот это да. Ну, они, я насколько вижу, они здесь спавнятся, ребят. То есть мы можем с вами поход бесконечное количество крыс фармить, пока они просто-напросто не устанут здесь спавнятся. То есть, ребят, рот этих крыс уничтожить не получится. Быстро бегаем и уничтожаем по 10 крыс, чтобы получить еще 50 монет. Уж не знаю, сколько нам дадут всего, но было бы классно, если бы дали хотя бы там, я не знаю, столик еще бы добавили, было бы вообще супер. Итак, ребята, 10 крыс уничтожено, 50 монет мы аж получаем. Это реально много, ребята. Вот 50 монет, это без прикола, реально много. Нам с вами за паркур обещали 50, и сейчас мы тоже 50 с вами получаем. То есть все просто, ребята, все крутое просто. Подвигаем снова к нашей женщине, которая дает нам задание. Нажимаем на F и 100 золотых монет, ребята. Что? Нифига себе, конечно же, я принимаю, ребята. И нужно всего лишь убить сколько? 25, нифига себе, это много уже. Вот это реально много. Но мы, походу, с вами идем фармить наших крыс. Это я сделаю за кадром, показывать вам все это дело не буду, потому что представляю, сколько их лупать. Итак, еще мы заработали с вами монеты, там уже 490. Вот сейчас реально у нас довольно много монет с вами есть. И теперь, ребята, для того, чтобы купить себе прикольные вещи, достаточно лишь пройти в магазин, которых, кстати, у нас есть несколько по всей карте. И как найти, вы спросите. Смотрите, есть вот этот магазин, это у нас основной, который находится у нас в самом центре. Вот она стоит, здесь женщина, к ним подходим, грузится магазин, и как раз-таки эти вещи прогружаются. Но что-то, походу, произошло не так, и как видите, у меня, ребята, магазин не грузит. Поэтому мы с вами возьмем и перезайдем сейчас в игру. Вот, ребята, и наш магазин. Смотрите, здесь есть вот такой вот костюм, который в сумме стоит всего лишь 200 монет. Много чего интересного. Вот, например, ребята, юбки всякие тут, штуки, санты, ребята, прикольная штука. То есть, реально очень много чего можно себе купить. Но, ребята, это не все. Есть самая главная вещь. То есть, ну, не совсем, ребята, главная, но сейчас я вам покажу, о чем я сейчас как раз-таки веду вам повествование. Смотрите, телепортируемся с вами по карте. Есть еще, ребята, вот в этот вот магазин, в котором есть еще дополнительные вещи, которых не было в другом месте. Заходим к ней в магаз. И здесь, как видите, есть еще интересные вещи. К примеру, ребята, вот такая вот костяная штука. Ее, кстати, реально вот хотелось бы получить. Мне она нравится, ребята. Плюс тут какие-то мантии, накидки и все подобное. Есть даже, ребята, есть волосы. То есть, вы волосы можете бесплатно получить. Причем даже два типа. Три типа, ребята. Волосы в роблокс для девочки бесплатно. Что вы спросите? Это капец, ребята. Здесь реально можно получить волосы. Придется пофармиться, конечно, около часа. Думаю, но, блин, ребята, волосы бесплатно. Это круто. Теперь выходим с этого портала и телепортируемся с вами с другого портала, который тоже нас куда-то перекидывает. Заходим в него как раз и попадаем с вами куда. Все, ребята, отлично. Как раз куда надо мы с вами и попали. Теперь, ребята, бежим туда, где мы с вами крафтили мечи. Там есть еще одна продавщица. То есть, у нее тоже можно что-то прикупить. Что конкретно, я не знаю. Не смотрела еще ни разу, но я предполагаю, что вещи отличаются тоже. Ведь там было написано, что в любом другом месте вещи отличаются полностью. Подходим к нашей продавщице, которая продает какие-то оружия и смотрим, что ты продаешь. Вау, ребят, смотрите, что она продает. Она продает какую-то бандаж, что-то такое, ребята, непонятную штуку какую-то. Потом, ребята, она продает щиты, молоты. Все, ребят, все возможное, что может помочь вам в игре. То есть, ну, не в этой, а в общей игре, ребята. Ты больше нам не нужна, ничего нам не помогает. А ты, ну-ка, смотрите, 10. В общем-то, здесь нужно найти какую-то калиньеру. Так, хорошо. Так, ой, смотрите, так тут еще и можно какую-то кирку получать. Давайте мы с вами тогда это в следующем видеоролике сделаем. Как видите, здесь реально можно получать вещи и покупать их. Главное, нафармить определенное количество денег, и вещи будут у вас в инвентаре. Сейчас как раз-таки я покажу вам, как покупаются вещи, как это делается и где они у вас появляются. Ну, а с вами была я, Папка Шоу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока. Легендарные внучата. Встретимся в следующем видеоролике. Пока.